Обалдеть, дед, вот это первый трейлер GTA 6, круто, да? Не, ну девки сочные, небо голубое, крокодилы зелёные Ага В веках там аллигаторы А помнишь, как мы с тобой, внучок, первый трейлер GTA 5 смотрели? Тьфу, дед, когда вышел первый трейлер GTA 5, меня даже в проекте не было и быть не могло Ага, точно, с кем я тогда глядил это? С твоим батей Ты чё, дед, мой батя родился, когда вышел первый трейлер четвёртого переиздания GTA 5 А с кем я тогда глядел первый трейлер GTA 5? А, помню, помню, меня тоже тогда ещё не было А чё тогда было вообще до GTA 5? А, мне прадед рассказывал, но этот старый маразматик уже пургу нёс Рассказывал, что новая GTA каждый год выходила Так так же сейчас, может, будет GTA 6, GTA 7, GTA 8 доживём, балдеть будем, деда Внучок, погляди в окно Сейчас такая ситуация в мире Не факт, что до GTA 6 доживём Красивый ролик, да Не, ну девки сочные У нас таких нет Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились И нам-таки, наконец-то, представили трейлер игры под названием GTA 6 Трейлер, который мы ждали долгие годы Десять лет прошло с релиза GTA 5 И мы хотели, ну, на пятилетие получить трейлер GTA 6 Ну, на семилетие, на восьмилетие И тут десятилетие, и тут, нате, пожалуйста, смотрите Нам показали красивые картинки Мы их комментировать даже близко не будем Потому что мне плевать, что там рисуют художники Как они это анимируют Потому что то, что нам показали Может не иметь с игрой вообще ничего общего Что мы выяснили за последние годы, увлекаясь игровой индустрией Так это то, что игровые издательства, особенно крупные Умеют рисовать красивые картинки И собирать эти красивые картинки в не менее красивые ролики Но, как рассматривать этот трейлер? Proof of concept Доказательство концепта Вот чем игра хочет быть И мы увидели женщин, которые трясут своими задницами Это однозначно претензия на игру года Нам показали Vice City, не Майами Нам показали штат Леонида, не Флорида Меня, кстати, зовут Виталий Леонидович Это штат моего батя, так сказать А вот так вот Вы его честь фактически назвали В любом случае нам показали там враждебные группировки Какие-то погони Много людей, которые туда-сюда ходят Нам показали хорошую графику Яркую атмосферу И тебе, естественно, сразу хочет там быть Нам также представили двух главных героев Одна из которых Это женщина, которая недавно откинулась из тюрячки И повстречала какого-то парня Ну, естественно, как и любая женщина Я люблю красивые камушки Я люблю красивые шмоточки Я люблю классные тачки Пошли грабить банки И он, как наивный теленок Конечно же, увязался за ней Потому что у нее есть вот это И вот это вот У нее есть четыре причины Почему за ней можно увязаться На какие только преступления Не идут мужчины ради женщин Казалось бы, ради чего? Вот это вот, да Оказывается, этого вполне достаточно Ну, это Виталик фантазирует А так, да Сливы подтвердились В GTA 6 будет два главных героя Мужчина и женщина Судя по всему Это будет такой вольный пересказ истории О Бонни и Клайде Посмотрим, к чему это нас приведет Сначала-то мы полагали Что нам покажут трейлер И скажут Ребята, через полгода Ну, где-нибудь в марте В апреле Возможно, даже в мае Игра поступит в продажу Но нам сообщили другую дату выхода 25-й год При этом назвали платформы Игра выйдет на PlayStation 5 И на Xbox Series X и S Э, вы что там творите? Вы забыли, какая тут главная платформа? Почему не на ПК? Почему не на Steam Deck? Что происходит? Почему игра не выходит на Nintendo Switch 2? Ах, да, ее еще пока не анонсировали Да, компания Rockstar сообщила Что GTA 6 выйдет только в 25-м году И здесь есть такая странность Дело в том, что сейчас Ну, в последнее время Крупные компании пришли к идее о том Что вот, крупная какая-то игра Анонсируется Стартует прием предварительных заказов Нам показывают кучу изданий Нам при этом могут не показать Ни единого кадра игрового процесса Но ты уже можешь предзаказать С ранним доступом Со всем остальным И, естественно, называется дата выхода В случае с GTA 6 этого не произошло Нам просто сказали Ну, подождите до 25-го года Также нам сообщили, что да Игра выходит только на консолях Текущего поколения И я какого-то рационального объяснения Почему игра не выходит на ПК Придумать не могу Потому что GTA прекрасно себя чувствует на ПК Пиковый онлайн GTA 5 в Steam Где-то там в районе 135 тысяч человек Ежедневно болтается Red Dead Redemption 2, кстати, на ПК Себя великолепно чувствует И недавно обновил собственный рекорд По пиковому онлайну Может быть в Rockstar решили, что А, ну такая схема работала с GTA 5 Такая схема работала с Red Dead Redemption 2 Повторим, зачем Я здесь не могу как-то понять, Rockstar Я не могу найти объяснение их действиям Вы выпускаете игру на всех актуальных платформах Одновременно Собираете максимальный хайп И дальше начинаете стричь капусту В вашем любимом, блин, GTA Online Потому что мы все знаем, что сегодня является Базисом для франшизы GTA Зачем откладывать релиз ПК-версии Я понять не могу Но как нам презентуют GTA 6 Это новый стандарт в сюжетных играх с открытым миром Это самая большая и захватывающая эволюция серии GTA Сэм Хаузер, это последний из братьев Хаузеров, которые остались работать в Rockstar Games Заявляет GTA 6 продолжает наши усилия по расширению границ возможного в высокоинтеллектуальных сюжетных играх с открытым миром Мы с нетерпением ждем возможности поделиться новым видением с игроками по всему миру И, конечно же, мы ему не верим Не верим по одной простой причине Дело в том, что компания Rockstar за последние годы себя, ну, слегка так совсем чуточку дискредитировала С одной стороны, это компания, которая, по сути, тащит за собой колосса на уже рассыпавшихся ногах Имеется в виду компания Take-Two Компания Take-Two, которая потеряла ориентиры Которая перестала выпускать игры Которая уже 10 лет пытается выпустить продолжение BioShock Которая 10 лет пытается выдавить из Кена Левина Игру под названием Judas, над которой он тоже работает Кен Левин, это знаменитый создатель серии BioShock Но потом он ушел Серию BioShock развивают какие-то другие люди Как они ее развивают, черт его знает Они выкупили бренд Kerbal Space Program 2 В итоге получилось, извините, то, что получилось Один из самых таких громких провалов 23-го года Они выпускают более-менее успешно серию NBA 2K Но она не пользуется таким успехом, как, например, FIFA Ой, простите, FAC 24 Ну, имеется в виду Football Club от компании Electronic Arts Они, на всякий случай, напоминаю, отказались Партнерство с организацией FIFA Тут же стоит вспомнить и то, что компания Take-Two купила убыточную Зингу Зингу, знаменитого разработчика мобильных донатных помоек Которая находилась, ну, не сказать, что на грани банкротства Но, тем не менее, это компания, которая не генерировала прибыль Они ее купили за дешево, блин За 12,7 миллиардов долларов И теперь компания Take-Two вместо Зинга Каждый год отчитывается о многомиллионных убытках Да, в недавнем финансовом отчете компания Take-Two сообщила, что убытки уже превысили полмиллиарда долларов А общие убытки за текущий финансовый год могут превысить миллиард долларов И, в целом, если мы посмотрим на состояние компании Take-Two И на финансовые отчеты компании Take-Two То мы будем наблюдать там забавную картину Вроде бы большая компания Есть ряд подразделений Каждое подразделение каким-то своим делом занимается А когда в финансовых отчетах речь заходит об успехах Мы наблюдаем святую троицу GTA, Red Dead Redemption 2 и Borderlands 3 Причем две последние игры как бы безоговорочными успехами не считаются С Borderlands 3 связан знаменитый скандал Что сотрудники студии Gearbox недополучили денег Недополучили очень большие премиальные выплаты Потому что, по слухам, Take-Two сказала, что продажи Borderlands 3 Ну не такие вот, как хотелось бы Red Dead Redemption 2 это вообще трагичная история Это чрезвычайно успешная игра 57 миллионов проданных копий Но мультиплеерная часть Red Dead Redemption 2 под названием Red Dead Online Была зверски убита компанией Rockstar Поддержка Red Dead Online была прекращена Она была в принципе такой слабенькой Там этот проект фанаты несколько раз даже демонстративно хоронили Но Rockstar сказала, вы знаете, мы мелкая инди-студия У нас нет средств на то, чтобы развивать сетевую часть игры Продажи, которые превысили отметку в 57 миллионов, блин, проданных копий Ёлы-палы Поэтому, вы знаете, играйте в GTA Online Такая вот ситуация Компания Take-Two это лютый цирк и клоуны, блин Подразделение 2K это вообще шут-шоу лютое Виталик уже сказал, что они сколько-то там лет не могут сделать биошок Была новость, что они отменили проект от чешского подразделения Они выдавливают этот Джудас Мы слышим какие-то новости формата Что-то в производственном аду Что-то отменили, что-то непонятно на каком свете Блин, я 2K сходу могу за последние годы назвать один такой вот приятный, качественный продукт Это Mafia The Definitive Edition Ёлы-палы Ну, спортподразделение понятно Продает свой баскетбол, едет на эффекте монополий Подразделение Private Division, которое должно было заниматься поддержкой и развитием Проектов от мелких студий Как родилось, так, по-моему, и умерло Выпустив, да, качественный Outer Worlds Который сейчас у Microsoft от студии Obsidian То есть вся вот эта вот махина Take-Two Которые недавно присовокупили еще и не самую успешную Zing Будет ехать на плечах GTA Да, Бренд Rockstar за последнее время пару раз нырнул в деревенский тубзик Первый раз, когда случился выход GTA The Trilogy The Definitive Edition Там было уже тройное проникновение Ну да, там было, так сказать, три нырка в рамках одного комплекта И второй такой нырок глобальный случился, когда вышел порт Red Dead Redemption первой части Для PlayStation 4 и Switch, где на старте не было режима с 60 кадрами Его, по-моему, потом добавили в обновлении То есть, да, можно говорить, что ну это вообще не Rockstar Вот в том-то и дело Мы сегодня переходим к риторике, когда обсуждаем потенциальный GTA 6 Когда обсуждаем потенциал GTA 6, когда видим этот красивый ролик Мы вынуждены опускаться до риторики Не, ну с GTA 6-то они не могут налажать Ну, конечно Ну, создатели Ведьмака 3-то с Киберпанком не могут налажать Близзард когда-то не могла налажать со своими брендами Однако потом появился Warcraft 3 Reforged Но сразу вылезли такие вот ребята, которые Это все малайзийская компания виновата Это они нарисовали таких орков А Близзард что делала? Вот этот вот знаменитый калифорнийский офис Что там делали? Любовались на статую орка, которая была установлена перед офисом или что? Потом внезапно Диабло и Мортал А это не они делали, это китайцы делали А что сделала компания Близзард? Overwatch 2 Ну, аплодисменты компании Близзард Так то же самое может повториться и с Rockstar Они последние годы упрямо тянут GTA Online Они развивают У них так мало сил, что они забросили разработку Red Dead Online И сейчас они разрабатывают GTA 6 И здесь мы не просто так вспомнили про плачевное положение Take-Two Почему такой странный анонс? Почему именно для этих платформ? Почему эта игра выйдет только в 25-м году? Скорее всего где-то в начале 25-го года Штраузельник, глава Take-Two, пообещал акционерам Ребята, в начале 25-го года у нас будет прибыль исчисляться миллиардами долларов Ну, как бы одно с другим связать Потому что других очевидных источников дохода у компании Take-Two нету А дело в том, что да, состоялся последний финансовый отчет Штраузельник вышел и рассказал ребятам, что дела плохо У нас убытки, убытки будут еще больше И в следующем году, кстати, тоже могут быть убытки Но, но ребята, в 25-м, наконец-то что-то произойдет И мы начнем зарабатывать миллиарды Если посмотреть на цену акций Take-Two, то они после финансового отчета начали падать Причем стремительно И что оставалось делать? Анонсировать показ трейлера GTA 6 Показать трейлер GTA 6 для того, чтобы вернуть веру И именно поэтому игра не выйдет в 24-м году Она еще даже не готова И именно поэтому она не выйдет на ПК Потому что нет времени разбираться с этой платформой Вот, есть консоли Для них худо-бедно соберем Выпустим Ну, вроде работает Ну, слава богу, там 30 FPS Хватит с темы Не везде, не всегда Насчет выхода GTA 6 И того факта, что GTA 6 тянет на себе всю Take-Two Вообще, истории о том, что Rockstar тянет на себе всех Они тем чуть ли не во времена PlayStation 2 уходят Но, что интересно Когда раньше выходила очередная GTA Время было другое Тогда игры выходили, они были законченными Плюс-минус Они выходили, продавались И компания переходила к следующему продукту К следующей части То есть, Rockstar, да, должна была на себе там кого-то тянуть Но как это тянулось? Был мегапроект, новая часть GTA В него вкладывались огромные ресурсы Этот мегапроект выходил Продавался десятками миллионов копий Зарабатывал много денег Переходили к следующей игры А сейчас времена радикально изменились Как вы все прекрасно знаете Сейчас GTA это GTA Online И в этой связи я могу давать волю своим самым бурным фантазиям Когда начинаю думать о потенциальной монетизации в GTA 6 Там бегали слухи о том, что стандартное издание может стоить 150 долларов А почему бы и нет? А в современном мире это нормально выкатить Сказать, а мы можем? Нинтендо вышло, аж сказала А мы можем за Леджендов Зельда Тирсов закинутым 70 баксов зарядить Хотя каких-то внятных оправданий этому нет Так вот и Rockstar выйдет, ну не 150, скажет А вот соточку за базовое издание Вам что, жалко? Вам что, впадлу за великую игру? Посмотрите, сколько миллионов посмотрела первый трейлер Там уже на десятки миллионов просмотров Счет идет, я думаю, за пару суток будут сотни миллионов просмотров Количество лайков там было 500 тысяч До того, как этот трейлер, блин, появился Мега хайп Представители Тикту могут выходить к инвесторам и говорить Посмотрите, ребята, это потенциальная золотая жила Причем эта золотая жила будет работать не только в формате Вот вам копия, продавайте Ни в коем разе, вот вам копия Вот вам издания какие-то, естественно, они будут Вот вам GTA Online Готовьте, так сказать, мешки подставляйте Сейчас туда польется золотой дождь Ну да, то есть сейчас самое время для того, чтобы бежать, покупать акции Тикту Если вдруг кто-то там играет на бирже Почему? По одной простой причине Успех будет Вне зависимости от того, в каком состоянии выйдет GTA 6 Вне зависимости от того, повторит ли эта игра феномен GTA 5 Ну, у нас есть прекрасный пример Cyberpunk 2077 Игру надували очень классно перед релизом У всех была вера Акции компании росли Все понимали, что эту игру будут продавать Даже если она будет в удручающем техническом состоянии Но она оказалась в еще более худшем техническом состоянии На консолях Но пока там еще играть худо-бедно можно было Но тем не менее Несмотря ни на что Несмотря на весь скандал на релизе Разработчикам удалось в кратчайшие сроки продать, блин, 13 миллионов копий К концу года они сказали уже, вот, 16 миллионов копий А сейчас у нас уже 20 миллионов копий И вон сколько миллионов копий мы уже продали этого самого дополнения Ну, имеется в виду Phantom Liberty То есть, в каком бы состоянии эта игра не вышла Заработать миллиарды долларов Тикту сможет Здесь вопросов никаких нет Ну, а дальше все зависит от поддержки GTA Online 2 Или как он там будет называться Ну, еще есть такой забавный штрих к анонсу GTA 6 Дело в том, что трейлер GTA 6 Должен был появиться 5 декабря В 5 часов вечера По московскому времени Мы в своем подкасте клятвенно пообещали Ребята, будем в прямом эфире Смотреть, подключайтесь, подписывайтесь Кстати, подписывайтесь на этот канал Ставьте лайки Да, мы пообещали, но в итоге Какие-то злоумышленники За 15 часов до официального релиза трейлера Взяли и вывалили его на YouTube Естественно, компания Тикту была вынуждена тоже как бы анонсировать трейлер раньше В итоге сюрприз не получился Ну, десятки миллионов просмотров есть Но вот этого единения, когда весь мир одновременно на YouTube смотрит полторы минуты Этого божественного контента, к сожалению, не произошло Ну и, конечно же, поднялся скандал Ну, да шо это такое? Да как же так? Вы испортили нам праздник Никакого праздника Никто не пришел Шарик не дали Ну и все такое Компания Тикту и компания Рокстар У вас не так давно случилась одна из самых масштабных утечек за всю историю игровой индустрии У вас немалый кусок этого GTA 6 украли Вы анонсировали дебютный трейлер И, как стало известно, задолго до публикации залили его на YouTube Решение просто 15 из 10 Вот компания Рокстар что, не могла такие вещи предусмотреть? Вот, и вот когда ты смотришь на такие моменты, это же вроде бы мелочь Ну, залили трейлер сильно раньше, ну, не просчитали, ну, сливщики подключились Как известно, если трейлер залит на YouTube, к нему имеет доступ большое количество людей Естественно, это все как-то там просочилась Компания, которая недавно буквально столкнулась с глобальной проблемой Не смогла это предусмотреть И вот, когда на такие вещи смотришь Да, они мелкие Ты думаешь, а вот нынешняя Рокстарта Сдюжит эта самая GTA 6? Сдюжит она обещание Сэма Хаузера? Кстати, уже без его брата Дэна Хаузера Который стоял у истока в серии GTA Сдюжит ли она GTA 6 без Лесли Бензиса Продюсера серии GTA? Напомни, что Лесли Бензис там делает Сейчас он делает Everywhere Но когда-то он делал GTA 5 Вот и нахрен пошел Да-да-да, ну правда без него сделали Red Dead Redemption Да, который немного отличается Но тем не менее, сможет ли современный Рокстар это все вытащить? Ну и имея ресурсы, имея огромное количество ресурсов Которые ты и кто будет вбрасывать в GTA 6 Многое у Рокстар, я уверен, получится Я в GTA 6, как ни странно, верю Ну, по крайней мере, тот трейлер, доказательство концепта Меня убедил, что разработчики на той же волне, что были до этого Возможно, там будет немного больше феминизма, чем это требуется Ну слушай, там такие женщины Но при этом, да Нам показали таких женщин Вот это вот все, чтоб там тряслось Нам показали классных братанов, которые там ходят с пушками по улицам Нам показали погони Еще раз, то, что нам показали Это игра мечты, вопросов нет И если они попадут в этот сеттинг Если они все сделают правильно Если там будет столько же классных сюжетных моментов, как в GTA 5 Если там будут какие-то моральные выборы Аплодисменты Плюс, еще раз отмечу Никто не делает никаких клонов, блин, больше GTA По какой-то причине Все делают игры про каких-то суперменов, которые прыгают по крышам А перезапуск Saints Row Да Да, компания Ubisoft Pro Watch Dogs как-то забилась Saints Row перезапустилась и сама перезапустилась об стену В общем, да, GTA-клонов мало А, да, серия Mafia той же компании Take-Two находится в каком-то непонятном месте Возможно, очередная часть попала в очередной производственный ад Я, Виталик, тоже верю в GTA 6 Но, как я уже говорил, игровая индустрия изменилась Смотри, Виталик, между релизом GTA 5 2013 год И релизом GTA 6 2025 год, как минимум Может, позже Rockstar свои релизы периодически переносит Так вот, между GTA 5 и GTA 6 пройдет 12 лет Для понимания, между релизами GTA 1 1997 год и GTA 5 2013 прошло 16 лет И вот когда-то в начале нулевых каждый трейлер GTA, ну, после GTA 3, естественно Воспринимался мною, да, как нечто такое необычное Как вот боги с Олимпа сходили Rockstar, вот эти вот рок-звезды, рок-боги Сходили с Олимпой и показывали мне, как надо делать боевики в открытом мире Кроме GTA 4, я ее недолюбливаю Там были ответвления неплохие, там были дополнения для GTA 4 Но Rockstar вот выходила и показывала У меня такое ощущение, что ты единственный человек, который подходит к серии GTA Как к какому-то сюжетному глубокому приключению Все остальные воспринимают это тупко в открытом мире Где я сразу вожу чит-кодики, вызываю танк, а потом хреначу по-полицейски Смотри, даже если это как тупко в открытом мире Это тупко в открытом мире, которая проработана в плане деталей И в плане вот некоторых элементов, в том числе сюжетных Так, как никакая другая тупко никогда не будет проработана GTA 3, это была моя первая в Ampire Survivors Замечательно Ну, ты один в центре города и на тебя набегают полицейские И ты их отстреливаешь, да А я про GTA Vice City могу много поговорить В том числе про свои любимые радиостанции И то, как у меня с годами менялось отношение к некоторым радиостанциям Все знают, что лучшие радиостанции были в GTA 4 В Владивостоке ФМ? Естественно Ай, блин, шованный кот Лучшие, это самое, ведущие, это Sage с Radio X из GTA San Andreas Офигенная, кстати, радиостанция И вот, когда я вспоминаю то, да почему-то у меня сейчас от трейлера GTA 6 Да, я вижу качественный трейлер, он мне нравится Я вижу сочных женщин, я вижу классную атмосферу Но мне надо поныть Но мне надо поныть И когда мне надо поныть, я вспоминаю, что да, тогда была вот такая индустрия Сейчас она другая Сейчас GTA 6 вынуждена вытащить на себе миллиардные убытки корпорации Take2 И вытаскивать она это будет, естественно, в первую очередь за счет GTA Online И других методов по выкачиванию из людей денег Вот и Виталий как-то на стриме говорил Я не могу себе представить GTA без скандала Как это так? Выходит GTA и кто-то там не подрывается Может Джек Томпсон, если он еще жив, выйдет в свет и скажет Да как? Это вот посмотрите, что происходит в этой игре Люди сейчас наиграются и пойдут всякую дичь в реальной жизни творить Ай-яй-яй А я легко верю, что на релизе GTA 6 будет скандал Только связан он будет не с какими-то культурными моментами Не с какими-то творческими решениями в сюжетной кампании А с немного другими вещами, связанными с денюжками Нет, там, я думаю, будет все наоборот Публика будет бомбить из-за того, что женский протагонист окажется слишком сильным В общем, и по поводу этого люди будут ныть На что представители студии тебе скажут Так вот же, есть GTA Online Создай сам себе протагониста и играй кем хочешь И отстань ты от нас В общем, дорогие друзья, главная мысль этого ролика Нам показали трейлер GTA 6 для того, чтобы исправить финансовое положение компании Take-Two После последнего финансового отчета началось падение акций Нужно было с этим что-то делать А то, что игра выйдет в 25-м году Ну, это показывает нам, что окей Нам когда-то показали трейлер Тест-6 Тоже сказали в разработке, пацаны Скоро все будет До сих пор ждем До сих пор ждем GTA 6, вероятно, выйдет в 25-м году Но до 25-го года еще дожить нужно У нас в подкасте была новость, что человек бросил курить Для того, чтобы точно дожить до релиза GTA 6 Но ему еще полтора года без цигарки придется ходить Бедный товарищ, пожелаем ему удачи А курить, кстати, это плохо А спорт это хорошо Поэтому все в качалку, чтобы дожить до релиза и Тест-6 тоже Фрейд определял курение как тягу к оральному кексу Сигару Поэтому бросайте курить, и как правильно сказал Виталик Идите в качалку Там этого добра ухо И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все Огромное спасибо за внимание Подписывайтесь на этот канал Ну а при омега супер громаднейшую благодарность Мы, как обычно, высказываем нашим спонсорам А спонсором можно стать через бусте, спонсору Или напрямую через ютубчик Ну, кто умеет пользоваться этими иностранными карточками Да, вот Пока А ты в курсе, Миша, что мы живем в лучшей стране на свете? А именно Ну вот, сын поранил пальчик Ага Пошел к врачу Врач сказал, все нормально И выписал рецепт Знаешь, что ему посоветовали? Говорит Водка Лучшее лекарство Че? Вот заключение Я, правда, палить контору не буду Но рекомендация Повязка с водкой Раз в день А можно и не раз в день А можно и не повязку Повязку, я так понял А можно, так сказать, перурально Ну, для того, чтобы быстрее прошло Я, насколько я понимаю В общем, сын такой приходит Вот Буду лечиться Ваше здоровье Ну, так, а папе можно с тобой вместе, так сказать Полечиться В профилактических целях, так сказать Ну, ладно Тут как раз и темка для подкаста подъехала Ну, в смысле, для ролика соответствующая Ну, начинаем Раз, два, три Субтитры сделал DimaTorzok